здравствуйте друзья кто-то из вас подумает что тот михаил стал очень модным в темных очках прикольных там какой-то бренд наверно дорогой нет нет друзья нет это я был у глазного доктора раз в году раз году приходится понимаешь зайти к глазному доктору и тут мне эти очки и на налепили потому что я ой о дают блин меня машинка то ведет а здесь оказывается и не проедешь но нифига себе жизнь стройка идет и на карте ну да на карте у меня этого ничего нету и как же я теперь должен отсюда выбираться вообще странная жизнь такая да доктор переехал я теперь я первый раз в этом офисе у него вот а здесь строится сейчас вообще повсеместно в mountain view строят ипс они вели такие комплексы большие большие комплексы из многоквартирных так а тут я могу проехать из многоквартирных домов вот как вот этот где мы сейчас были ну давайте теперь плутать будем короче вот так мало мне того что глаза закапали и очки такие дали прикольные так еще прям аж может быть тут ну да да вот может быть вы но вам не видно вот здесь справа большая стройка идет я бы сказал что очень-очень большая стройка идет так по нашим масштабам необычно большая здесь места мало если что-то строится то так по мелочи а тут несколько кварталов так 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 кремниевая долина ограничена с двух сторон в длину двумя хайваями значит один номер 101 такой мощный индустриальный хайвэй а другой со стороны океана 280 он такой живописный такой совсем не индустриальный живописный а между ними есть во первых городская улица el camino real real да по которой на который наш офис находится но это просто городская улица а дальше есть еще между хайваями и el camino real есть так называемые экспресс вы и вот по одному из них мы сейчас едем то есть он не такой как хайвэй тут светофоры есть вот мы сейчас проезжаем светофоры но они так как-то все больше зелененьким и действительно по ним скорость повыше вот 45 миль ограничения здесь побыстрее чем el camino real вот так едешь и едешь называется центру вот это называется центру а с той стороны el camino называется фут хилл так что вот мы едем надо сказать что в темных очках да еще закапанному хуже видно на навигаторе вот у меня тут что хотел сказать насколько все-таки изменился мир вот когда к окулисту приходишь боже я помню время когда вот сидела женщина в белом халате советская женщина и так вот и такой круг кругляш такой был зеркальный дырка внутри для ее собственного глаза и она так вот через эту дырку на тебя смотрела ну смысле там зрачок заглядывала а сейчас нет сейчас такие приборы что просто диву даешься и они тебя пришел там приборами потом посидел приборами потом глаз закапали снова приборами и все это у них на компьютере и вот мне сейчас сделали такой скен но глазно и и тут же у него раз то что было год назад и то что сейчас он смотрит нет ли там изменений причем на и так он вы как бы два окошка открыто и он так в одном окошке там ну то что таскает это мышкой там влево вправо а движется сразу двух окошках там и старенькие новенькие они засинхронизированы и все это видит и такой очень удобно а доктор такой ему нам лет 70 и я говорю по сравнению с тем как вот и карьеру начинал того есть разница ванных это боже он чуть не уронил чем этом в руках было от ужаса как вспомнил да так что конечно приборы удивительно и отсканируют или там с таким разрешением это все происходит и нигде и совершенно не беспокоит в том смысле что ну как бы не создают неприятных ощущений особо и вот эти вот ну такие даже не знаю как назвать наборы линз так вот ты за глазами залезаешь туда лицом и тебе начинают слева справа подбирать и это все так щелк 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 так как-то происходит такое ощущение что с компьютера управляет явно это не не то что сидит у тебя крутит что-то то есть буквально минут там ну не знаю за три-четыре минутки мы с ним подобрали ну нет ни очки мы не пытались очки подобрать мы посмотрели там что со зрением вот у меня как бы все ничего не изменилось за год ни в какую сторону что в принципе хорошо прошу обычно знать как если меняется то нет ник не лучшую так что а у меня есть вы все перфорированные такие очки знаете вот они черные там с дырочками из пластика 6 долларов стоит вот на амазоне можно купить и я иногда знаете так что глаза отдохнули они потому что часть света снимают во-первых они без оптики и а видно довольно хорошо в смысле резкость а с другой стороны они так еще затемняют немножко и так я иногда что глаза отдохнули одеваю ну а люди пишут некоторые вот что она имеет какое лечебное свойство и я могу слушай говорю кстати вот как ты смотришь на это дело он говорит ну лечебного там нет они там лет двадцать назад на них посмотрела пристально там организация который этим занимается он и как назвал я не знаю вот и сказали ребята вы обманываете народ так так делать нельзя значит тот эффект который вы говорите что там есть лечебный значит его там нет но он говорит периодически там каждые несколько лет это идея что вот перфорированные очки они имеют лечащий лечебный эффект она снова где-то всплывает и опять всплывает и такой же эффект как этот вулкан белый стоун парке того глядишь и рванет тут всю америку похоронить знаете вот он тоже такой как-то все имя идея это возвращается возвращается и каждый раз они думают что это они первый раз узнали видимо новое поколение очкариков значит подтягивается в общем так что интересно ночью вот такой такой у нас произошел с ним разговор дядька потрясающий кэш совершенно такой старые школы очень симпатичный у них стоит надо сказать хорошая кофе-машина в офисе вот такая дорогой кофе вот приходишь и там пока тем глазки закапывает можно взять себе кофейку хорошего сделать машина приближается по качеству к той что вот у нас в офисе хотя у него она может быть более технологичная но у нас кофеек я я считаю получше вот так что но молодцы потому что знать как обычно приходишь там тебе из кувшина там можно чего-нибудь налить вот а так чтобы как культурненько так сказать вот в индивидуальной упаковочке там пошипела там покрутила повертела капсулу выбросила это конечно признак старой школы друзья старой школы так чтобы клиенту было приятно ну наверное все вот мы прибыли ой не слишком слишком яркий свет действительно очень яркий хорошо бачочках лучше видно хуже но не слепит мы прибыли к месту прохождения службы до вчера хотел сказать к цирку избирательному я говорил что там все больше номеров будет значит в представлении вот сейчас очередным номером у нас митром не заклеймил решительно трампа хотя надо сказать что вот трамп то его поддерживал он ему эндорсмент выдавал когда ромни баллотировался но и он его назвал как он назвал мошенником и еще как там два слова он употребил одно из них мошенника другое а фоне фоне это ну пустобрех так скажем он назвал пустобрехом и мошенником вот так что в нашем цирке больше артистов стало такая вот у нас история и я в этом замечательном месте с вами прощаюсь счастливо